здравствуйте приветствую вас на канале сад и огород сегодня обсудим когда наступает пора уборки картофеля и ее правильные сроки копки преждевременная или слишком поздняя уборка картофеля конечно не принесет вам пользы как можно определить когда нужно копать картошку и какие признаки спелых клубней опасности связанные с ранней или поздней уборкой картофеля дата уборки картофеля должна быть тщательно спланирована так как если вы пропустите даже несколько недель то рискуете лишиться всего урожая все дело в том что картофель выкопаны слишком рано пригоден к употреблению только в ближайшем будущем их кожура достаточно тонкая и сильно подвержена различным механическим повреждениям поэтому при сборе урожая некоторые клубни теряют свою целостность и могут загнивать такой картофель превратится в настоящую бомбу замедленного действия в вашем погребе так как образовавшиеся гнилостные части или плесень спокойно распространяться на значительную часть ваших запасов и естественно нельзя опаздывать с уборкой корнеплодов надеюсь что кожура в конце концов будет прочной а сами картошины достигнут наибольшей массы к середине осени во-первых к этому периоду картофельная листва засыхает или же полностью сгнивает и тогда кустики становятся незаметными во-вторых погода может стать дождливой и будет плохо выбирать корнеплоды и сырой земли к тому же клубни картофеля должны быть сухими во время их закладки на хранение в противном случае запасы тоже могут подгнивать подходящее время для копки картофеля как обычно в центральных регионах уборка картошки может происходить с начала августа и продолжаться в сентябре когда летние жаркие дни уже заканчиваются а сезон дождиков еще не успел начаться однако не только одни климатические условия оказывают влияние на выбора подходящего периода но и высаженный сорт картофеля чтобы облегчить для себя уборку картошки примерно за две недели до копки обрежьте засыхающую зеленую массу и уберите большую сорную траву средков таким образом вы облегчите себе работу и вам не придется отвлекаться на дополнительные манипуляции когда необходимо выкапывать ранние сорта если ваш сорт можно отнести к тем которые вызревают в течение 45 60 дней а посадку провели как и рекомендуется на майские праздники то собирать урожай можно с 15 июня или с первых чисел июля но крупной картошки в этот период ожидать не стоит ну и как бы не хотелось собрать подобный урожай и сохранить его до зимы у вас этого не получится связи с этим ранний картофель нужно сажать или в незначительном количестве на пищу во время лета или для сезонной реализации понять что первая ранняя картошка готова к отправке на приготовление еды можно по двум главным критериям картофельные листья желтеют а стволы засыхают над кустом грунт слегка приподнялся и растрескался нашли что-то схожее значит вашу картошку можно подкапывать естественно размер основной части корнеплодов будет примерно с яйцо или чуть больше но для летних овощей и это хороший итог не забудьте что нужно выполнить уборку картофельной ботвы с опустевших территорий потому что разложившиеся листва станет пристанищем для зимующих паразитов и возбудителем заболеваний но и смотрится неаккуратно в какое время необходимо выкапывать картошку на хранение для тех кто занимается выращиванием средне поздних и поздних сортов этого растения уборка картошки с августа либо начала сентября будет оптимальным решением в этот период клубни уже забрали от листвы все что только смогли сформировали плотную шкурку и прекратили свой рост как только ботва полностью усохнет картофель просто сохраняется в земле но не рекомендуется в течение продолжительного времени оставлять его в подобном овощехранилище заметили что картофельная ботва начала высыхать и желтеть значит приступайте примерно через 20-21 день помки чтобы окончательно убедиться в созревании клубней выберите на грядке несколько кустиков с ботвой различной степени засыхания и выкопайте их в том случае если кожура на абсолютно всех клубнях уплотненная не свисает лохмотьями а большее количество картофелин свободно отделяется от кустика либо отделяется просто то можно начинать собирать урожай но если все-таки попадаются кусты с зеленоватой ботвой и в их зрелости вы сомневаетесь то не выкапывайте этот картофель так как он достигнет полного созревания 15-25 сентября выкопанные клубни следует перебрать и просушить в тени прежде чем устраивать их на хранение поврежденные или слегка подгнившие картофелины лучше сразу же выкинуть либо использовать перебранную картошку храните в ящиках либо сетчатых мешках поместите в тару и на неделю в холодное место тогда зараженные либо мягкие клубни будут заметны и у вас появится возможность их отбраковать некоторые огородники перемывают картофель перед хранением стоит ли этим заниматься личное дело каждого однако тратить время на мытье и на кропотливую сушку пожелает не каждый дачник даже верно выкопанный и приготовлены к зимнему периоду картофель свободно может испортиться если в подвале достаточно сыра либо бывают резкие перепады температур для защиты своих припасов можно обрызгать картофель при помощи раствора медного купороса в пропорции 2 грамма продукта на 10 литров жидкости либо приготовленный травяной настой в который входят сныть полтора килограмма полынь три с половиной килограмма и табачные листья 750 грамм все ингредиенты заливаются жидкостью 10 литров после обработки клубни нужно тщательно просушить чем можно засадить участок после уборки урожая как только соберете раннюю картошку на освободившиеся грядки можно посеять различные пряные травы листовой и качанный салат мангольд шпинат а также редис лук на перо скороспелую капусту дачники проживающие в более теплых районах могут успеть осени еще раз высадить молодую картошку на этом я заканчиваю спасибо за внимание ставьте лайки подписывайтесь пока пока